А Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-президента Грузии, лидера партии Рух Новых Сил Михаила Саакашвили. 18 декабря ему предписано явиться в прокуратуру в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда преступлений. Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте Генпрокуратуры Украины. Напомню, накануне Саакашвили был отпущен в зале суда. Требования прокурора поместить его под домашний арест суд не удовлетворил. Сегодня Михаил Саакашвили ответил на несколько вопросов нашего киевского корреспондента Владимира Рунца. Вчера следствия говорили, что меня надо держать запрети, потому что я пользуюсь вайбером, ватсапом. И поэтому я шифрую свои разговоры от украинского общества, я их цитирую. И второе, что потому что меня могут убить СФСБ. У них есть страшное истеричное желание одного человека от меня избавиться. Все. Точно так же, как хотел избавиться от Юли Януковича, точно так же, как хотел избавиться от Гонгарда Кучма. Они пытаются доказать, что я Михаил Саакашвили, агент ФСБ и работаю на Путина. Поэтому тут вопрос такой, если они докажут, я шутку вчера сказал, то надо меня срочно менять на украинских разведчиков в России. Путин с удовольствием меня заберет, как агента ФСБ, и потом, наверное, передаст Южно-Осетинской разведке. Они хотят тихо-ля договориться с грузинской властью о моих традициях Грузию. Но там Грузия, у них тоже будут проблемы, потому что в Грузии люди сразу меня освободят. Хочу сказать, конечно, то, что я в Украине существую, то, что я ем, передвигаюсь, заливаю бензин в машину, у нас функционирует эта партия, конечно, это люди помогают. И более того, я скажу, что, конечно, то есть, то, что касается лично партии, эта партия публикует, это их дело. Вторая история, что касается лично меня или других соратников, которые там, как кто-то нам лично помогает, это наше личное дело. Это не олигархи точно, это точно не Россия. И тогда у нас было бы гораздо больше денег. Это просто, как правило, средний бизнес. Как только в Украине будет нормальная власть или не будет такой отыска на судебную систему, украинская Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься тут политической деятельностью. У меня нет амбиции на президентство Украины. Предугадываю вопрос, потому что его часто спрашивают. Я думаю, что президент об Украине должен быть однозначно этнический украинец, хотя этничность в Украине относительно понятна. Но это все равно должен быть человек, который родился в Украине, всю жизнь прожил в Украине. Еще раз говорю, я не знаю, кто такой Курченко. Я не мог хотеть и не мог знать и не буду разговаривать с Курченко. Еще раз говорю, и этих разговоров я не помню, и их не было. Он не угрожал, он не угрожал и предупреждал всякими последствиями. Тогда, правда, в основном по гражданству он намекал, что он потом сделал. А когда я уже возвращался в Украину, они мне угрожали конкретно уголовными делами. Конкретно они мне сказали, что они мне устроят Корбана. В ближайшее время я буду встречаться со многими людьми, потому что они опять будут пытаться меня охватать, арестовывать. Я должен использовать это время для общения с нашими соратниками, для общения с международной общественностью, с Заванковой во все направления, для того, чтобы мобилизовать людей на мирный марш на воскресенье. У нас в воскресенье марш на 12-е конкретными вещами. Отобралось одно требование, отставка Луценко, потому что Луценко со своей историей с НАБУ и с моей историей полностью себя дискредитировал и опозорил. Поддержки проблем у меня не будет. У меня другая проблема, что это все вредит Украине. И поэтому это надо прекратить, потому что Путин просто радуется сейчас. Все вместо того, чтобы говорить, какой Путин плохой, все переключились на то, какой Порошенко плохой. Порошенко плохой? Я бы сказал, что да, он негативный. Но должны люди из-за этого забывать про Путина? Нет. Один из главных политических оппонентов Михаила Саакашвили, генпрокурор Украины Юрий Луценко, сегодня днем пожаловался на давление в связи с уголовным делом бывшего одесского губернатора. Вот, кстати, что Луценко рассказал о самом Саакашвили и о том, почему не согласен с решением суда не помещать бывшего губернатора под домашний арест. И зафиксированный на отремене сотен тысяч долларов и евро для организации переворотов в Киеве. Пан Саакашвили, мой колешний коллега, с которым мы спольно видели будущее и в Грузии, и в Украине. И стояли на двоих майданах. Тем не менее, моё особистое ставление до того чи іншого особи не повинно відігравати жодної роли. Закон один для всех.